Сегодня мы немножко остановимся на других аспектах, кроме диагностики. Все-таки, что может привести, то есть факторах риска, и как все-таки вести после оперативного лечения. Ну, Лев Михайлович тут уже частично освещал эту проблему, но все-таки давайте немножко с другой стороны посмотрим. Да, действительно, возраст может являться фактором риска, потому что есть пик этой возоболеваемости. Принадлежность. Кто-то говорит к женскому полу, потому что в 4 раза выше заболеваемость, особенно популярным раком. Кто-то говорит к мужскому, потому что частота узлов реже, но озлокочисление чаще. Воздействие раздиктивного излучения никто не оспаривает, причем как на область шеи, облучение детей по поводу других злокачественных новообразований. Так и в следствии получения ими после Чернобыльской аварии было доказано радиоактивный йод, когда употребляли с пищей, он накаплялся в щитовидной железе. Одним из факторов риска неоспоримых считается низкое содержание йода, а также наследственные факторы в семейный рак, в щитовидной железе, в анамнезе, особенно если у двух и более родственников. Конечно, многие будут помнить, что фактором риска является также наличие фоновых заболеваний щитовидной железы, любых носительств мутирующих онкогенов, особенно BRAF-мутаций или RED-мутаций, а также такие редкие наследственные синдромы, как МЕН-2А или 2Б, синдром Коудена, Пендера, Вернера и так далее. Итак, все-таки немножко поподробнее. Но действительно, если мы посмотрим грубые показатели заболеваемости раком щитовидной железы в России, приведены данные за 2018 год, то видно, что пик заболеваемости приходится на возраст 45-70 лет, у женщин в три раза выше. Мы должны помнить, конечно, про тот несчастное событие 1986 года, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС. После этого часть осадков выпала в зоне 30 километров, в зоне отчуждения. Но с ветром они распространялись намного дальше и захватывали многие области, как бывшего Советского Союза, так и ближайших зарубежных республик. И показано, что цезий распространился на 150 и более километров и затронул Центральную, Гомельско-Меделевскую, Брянскую, Калужскую и другие области. А йод, который стали определять в щитовидной железе, он еще дальше ушел. И заражение, площадь заражения была еще более выражена. Таким образом, через пять лет показали сплеск заболеваемости раком щитовидной железы, особенно у детей, которым было меньше 10 лет. А при дальнейшем наблюдении пик заболеваемости был даже у детей моложе 18 лет. То же самое приблизительно происходит при облучении наружной шеи, когда после прилечения лимфомы Ходжкина, ликемии, некоторых опухолей Центральной нервной системе, им давали радиотерапию или облучение шеи и видели увеличение как узлов щитовидной железы, так и рака щитовидной железы. Причем в зависимости от возраста облученных это проявлялось или ближе через год, или в отдаленные промежутки времени. Но в то же время одним из факторов риска этих радиоиндуцированных образований считается действительно, что Россия находится в группе риска по йоду дефицита. Пускай он умеренный, но этого достаточно, чтобы спровоцировать и повышенный захват, и иметь стадийность этого заболевания. И действительно показано, что со временем йододефицитное состояние проходит несколько этапов. Сначала это диффузное увеличение, потом появляются узлы, сначала компенсированные, а в конечном итоге они даже могут проявлять функциональную автономию. И нам единственный способ защиты это или предлагать всем употребление калия едида. Сейчас всем беременным и кормящим строго советуют 250 микрограмм. А вот для детей и взрослым мы не всегда забываем, что эту профилактику надо проводить. Хотя, конечно, проводится она и на популяционном уровне, едируют соль, едируют хлебобулочные изделия. И это хороший вклад. Малопризнанным фактором риска является фактор ожирения. Но если мы посмотрим литературу, то вот, например, на пяти перспективных исследованиях было показано, что практически в каждом исследовании риск рака щитовидной железы, особенно у женщин, ну и в четырех из пяти у мужчин, он был повышен. И таким образом, рак щитовидной железы считается как минимум на 20 или на 16 процентов выше у больных с избытком веса. Это же подтверждается и вкладом ожирения. Если мы посмотрим, что средний годовой прирост, связанный с ожирением, составил 7,1 процент, в отличие от несвязанных всего лишь 5 процентов. Кроме того, было показано, что наибольший вклад может еще внести прибавка за последнее время, набор веса, в отличие от его снижения. Причем как у мужчин, так и у женщин. Таким образом, стало понятно, что ожирение может являться и отдельным фактором риска для рака щитовидной железы. Оно иногда объясняется как через недостаток адипонектина, так и избыточное содержание эстрогенов и других противовоспалительных элементов. Конечно же, мы должны помнить всегда о наследственных синдромах, которые характеризуются различным сочетанием патологий. Они в основном имеют аутосомно-доминантный тип наследования, и поэтому, конечно, с этим больше сталкиваются педиатры в своей практике. И они донежны помнить, чтобы как можно раньше выявлять или обследовать щитовидную железу на предмет выявления высокодифференцированных образований. Но наибольший вклад наследственность вносит, конечно, при медулярном раке. И носительство РЭД-мутации может включать, точнее, выявляется при этом в 90% случаев, а при спонтанных формах до 60% случаев. И мы должны, конечно же, помнить о синдроме Сиплоэлемент 2А, наиболее часто встречающейся патологией, которая включает медулярный рак щитовидной железы, феохромоцитому, первичный гиперпаратериоз. Но сюда теперь стали относить и амилоидоз кожи, болезнь Гиршпрунга, и теперь не выделяют отдельно семейный медулярный рак щитовидной железы. Ну и более грозное заболевание – это синдром МЕН типа 2А, или синдром Горлина, который характеризуется также наличием нейрофиброматоза. На сегодняшний день, конечно, при медулярном раке мы не можем обойтиться без анализа мутации гена РЭД, который показывает как агрессивность самого заболевания, так и то, что мы можем ожидать при определенных типах мутации. То есть, тот же встречаемый амилоидоз кожи, болезнь Гиршпрунга, если они клинически не проявлялись, то мы можем ожидать в зависимости от находок. Ну, как я и говорил, онкоген встречается не только при медулярном раке, но и при развитии высокодифференцированных заброва образований и даже низкой анапластической карциномы. И действительно, при наличии мутации ТП-53 может как отдельно, напрямую развиться низкодифференцированный рак, так и через любые каскады или пропуск в сочетании с популярными или фолликулярными формами. В то же время, при наличии поражения мапкиназного пути чаще развиваются популярные карциномы. Если ПИ-3 киназный путь включается, то чаще развиваются фолликулярные опухоли. Мало признается, но в то же время нельзя сбрасывать со счетов такого фактора риска, как сам тиреотропный гормон. И действительно было показано, что у большинства пациентов, как китайского, так и не азиатского происхождения, чем выше уровень тиреотропного гормона, тем больше шанс выявления рака щитовидной железы. Причем как при макрокарциномах, так и микрокарциномах. И действительно, если уровень тиреотропного гормона уже больше единицы, полтора-два, тем больше шанс выявить силокачественное образование. Кто-то говорит, что уровень единичка, кто-то считал, что уровень доказательности больше, когда уровень ТТГ выше 2,7. Не всеми еще признана и в литературе связь с рако-щитовидной железой с дефицитом витамина Д. Я провел анализ, и действительно, в 10 исследованиях не обнаружено связи. Хотя, если разобраться, то мы посмотрим, что в некоторых исследованиях включались такие группы пациентов, когда частота самого дефицита достигала 97-84%, что не позволяло им серьезно сравнивать эти группы. В то же время, в большинстве, можно сказать, в половине исследований, как уровень 1,25 гидрокси витамина Д3, так и самого витамина Д3 был ниже, а экспрессия витамина Д усилена. В целом же встречаемость дефицита витамина Д в популяции не должна превышать 30%, но при аутоиммунных заболеваниях или при патологии щитовидной железы она стремится к наивысшему, то есть намного выше и достигает 80-90%. И действительно было показано, что прием холикальциферола, как неактивной формы витамина Д3, способен снижать уровень антител к тиреоидной пероксидазе. Все могут спрашивать, а как же влияет алкоголь, как влияет курение на риск рака щитовидной железы. Считается, что алкоголь не является фактором риска и, можно сказать, даже, с одной стороны, защищает, хотя, наверное, за счет того, что стимулируют другие опухоли, так же, как и курение, от 16% до 34%. И прежде чем перейти к второй части моего доклада, после операционного уведения больных, все-таки надо помнить о том, что мы в первую очередь должны отталкиваться от групп риска, принятых на Американской террологической ассоциации в 2009 году. Их пересмотрели в 2015 году. И самое главное, знать, кому не надо агрессивно лечить данное заболевание. А это такие, которые относятся к низкому группу риска, которые включают популярный рак щитовидной железы без отдаленных метастазов, у которых не было экстратиреоидной инвазии, не было гистологически агрессивных типов опухолей и инвазии сосудов. Если даже были поражены лимфатические узлы, то они были микроскопические до 2 мм. Сюда же относится фолликулярный вариант популярной карциномы, интратиреоидной, высоко дифференцированный фолликулярный рак с инвазией капсулы или без миньон, микрокарциномы, независимо от наличия мутации. И если это были карциномы до 4 мм, то у них не было мутации БРАФ. В зависимости от этого нам предложена такая схема ведения пациентов. То есть в группе низкого риска мы не предлагаем радиоид-терапию, как последующую адъювантную терапию, в то время как промежуточная и высокая она должна быть рекомендована. И стереотропный гормон после операции мы можем удерживать на низко-нормальном уровне. В то время как при группах промежуточного и высокого риска, в зависимости от ответа на радиоид-терапию, при полном ответе мы можем держать стереотропный гормон в пределах нормы, в то время как неполный, то мы должны его удержать на максимально низком уровне, а иногда с упрессием. Что касается медулярных раков щитовидной железы, то тут, извините, вариантом операции является токотиреоид-эктомия. Конечно, мы же следим за кальцитонином, раково-эмбриональным антигеном. И в идеале у нас не должны оцениваться, то есть кальцитонин и раково-эмбриональные должны упасть до нормальных или неопределяемых уровней. И тогда мы следим за этим раз в 6 месяцев, а и реже. Если же уровень кальцитонина больше 150, то мы должны искать отдаленные... включить все поиски, чтобы искать отдаленную ткань или наличие метастазов. Если меньше 150, то мы тоже должны все-таки поискать эти отдаленные метастазы. Если же их не находим, просто оставить под динамическим наблюдением. На сегодняшний день, конечно же, препаратом для заместительной терапии является левотероксин натрия. У нас, в принципе, представлена широкая линейка этих препаратов. Наиболее полной дозировки представлены и лотерокса, хотя и л-тероксин берлинхемии ему мало уступает. Различия между ними, в принципе, только в зависимости от вспомогательных веществ. Если в лотероксе у нас есть лактоза моногидрат, то лотероксин берлинхемии содержит карбоксиметилкрахмал, что как раз позволяет людям с лактазной недостаточностью рекомендовать только его. Потому что лактазная недостаточность известна, что может встречаться у 16-18% населения России. Проявляется она болями в животе, вздутием, мурчанием в животе, послаблением стула. И, в принципе, самое главное – это избегать поступления лактозы. Но группы риска, о которых мы раньше говорили, они не являются постоянными. И в зависимости от ответа на лечение, они также стратифицируются на 4 группы. Биохимическая ремиссия, когда у нас ни данные обследований, ни уровень нестимулированного тиреоглобулина меньше 0,2, стимулированной меньше единицы, и риски рецидива у нас совсем минимальны. Есть структурный рецидив, обратная реакция, и есть две группы так называемого биохимического рецидива, когда только мы не находим, мы с помощью различных методов исследования ничего, но в то же время или нестимулированный тиреоглобулин, или стимулированный глобулин превышает допустимые значения. У таких пациентов риск рецидива до 20%, правда, если уточнить, то в 30% он может нормализоваться самостоятельно. И есть неопределенный опухолевой статус, когда ни то, ни все исследования попадают в эти серые зоны, когда мы должны внимательно наблюдать за пациентами и отслеживать, где же будет прогрессирование заболевания. Но в то же время мы должны помнить, что все-таки люди индивидуальны, тем более пик заболеваемости уже приходится на возрастных пациентов, и поэтому все-таки наличие токсических проявлений тироксина, то есть проявления тахиаритмии, усугубления остеопороза, мы должны все-таки помнить, что сердце важнее и должны, можем уменьшить дозу тироксина. В то же время мы не должны забывать, что на супрессивной терапии следует всем советовать прием адекватных доз кальция и витамины D3. Однако, как я уже сказал, не все люди достигаются и сразу излечены, и поэтому в некоторых ситуациях при неэффективности радио-йод терапии или при прогрессировании по определенным показаниям отсутствие накопления радио-йода хотя бы в одном очаге, при прогрессировании опухоли на фоне радио-йод терапии, отсутствие положительного эффекта радио-йод терапии при суммарной терапевтической активности более 600 микрокюри, мы должны все-таки советовать таргетную терапию. На сегодняшний день в России зарегистрированы два препарата для высокодифференцированных образований и для анапластических, это сорофенип и ленватенип. Показано, что наибольшим фактором риска по данному заболеванию является возраст больше 55 лет, наличие метастазов других, чем легкие, и отсутствие захвата йода. Однако появляются и другие группы препаратов, которые показали еще более выраженный терапевтический эффект, даже с достижением полного эффекта, ждем, когда эти препараты придут к нам. Анапластический рак щитовидной железы также подлежит лечению ленватенибом и сорофенибом, хотя ему навстречу идут новые препараты с еще большим выраженным эффектом, вплоть до полного регресса. Медулярный рак щитовидной железы на сегодняшний день также существует. Показания к его таргентной терапии это неоперабельный медулярный рак, метастазы его, угрожающие жизни симптомы и развитие параноиопластических синдромов. На сегодняшний день рекомендован Вандетониб, при его непереносимости Камбазантиниб. Он действительно влияет на многие звенья патогенеза, но в то же время способен достигать множества хороших позитивных эффектов. Спасибо за внимание. Надеюсь, я пролил в некоторый свет на понимание данной проблемы.